Депутаты Омского городского совета отказались включать программу приватизации имущества автотранспортных предприятий, которая намеревалась выставить на продажу мэрии. Деньги от реализации планировали потратить на субсидирование муниципального транспорта, однако чиновники не смогли уточнить, какую сумму в итоге получит городской бюджет. Парламентарии устроили бурную дискуссию по этому поводу вопрос, дважды выносили на голосование, но так и не поддержали предложение. Зато практически единогласно согласились снизить в пять раз налог на землю под гаражами. Из-за многочисленных жалоб решили вернуться к первоначальной ставке 0,3%. Аргументы чиновников мэрии о том, что из-за этого бюджет потеряет 30 миллионов рублей, не подействовали. Новая ставка будет действовать с 1 января 2018 года. Не обошли вниманием депутаты и финансово-хозяйственную деятельность тепловой компании. Напомню, муниципальное предприятие находится на грани банкротства. 90% мячей могут остаться без тепла и горячей воды из-за долгов компании перед «Газпром» и «Межрегионгазом». Речь о 257 миллионах рублей. Поставщик уже заявил, что прекращает поставки газа в котельные с 5 июня. Очередную проверку предприятия инициировала контрольно-счетная палата. Немало претензий к руководству тепловой компании накопилось и у прокуратуры. Помимо объективных сложностей деятельности этого предприятия, были выявлены нарушения, связанные с неэффективным использованием имеющихся ресурсов, с тем, что у нас есть вопросы по включению тех или иных затрат и учет их в дальнейшем в тарифах, в том, что использовались денежные средства на те расходы, которые мы не считаем необходимыми. Кроме того, депутаты поддержали предложение муниципалитета направить совместное с Новосибирском обращение в правительство России с просьбой помочь регионам в расселении аварийных домов. В Омске эта проблема стоит очень остро. На данный момент необходимо около 4 миллиардов рублей. В городском бюджете на эти цели заложено лишь 5 миллионов. Депутаты поддержали инициативу. Обращение будет направлено в Государственную Думу, председателю правительства России Дмитрию Медведеву и в Законодательное собрание Омской области. Продолжение следует... Продолжение следует...